всем привет дорогие друзья с вами я тут мы продолжим играть в кровной мисс 2 и друзья сейчас будем выполнять своим задание знаете какое помните мы с вами пару видео назад сперли целую фуру самогоном так вот нам нужно будет решить вопрос с ней и нам поэтому нужно будет пообщаться с хозе матью и бегает сказала что хозе и джон ждут вас у места где спрятан сам на огонь давайте отправимся туда возьмем нашу лошадину я уже побрился почистился и готов да кстати друзья в общике я улучшил все-все-все палатки какие у нас были и давайте наверно перед тем как мы туда пойдем я покажу какая сейчас нас текущая ситуация то что в общем то мы находимся с вами недалеко от палатки где все у нас это гранится осталось прогреть совсем немножко но хотя это не всегда все так и прозрачно давайте посмотрим на учетную книжку и сейчас смотрим вот здесь так есть смотрите значит в лекарствах 75 долларов нам надо потратить возможно что-то будет еще потом значит парвиант мы уже все сделали да то есть по максимуму лучше ли только если докупить дальше начат бой припасы и оружие 110 долларов и собственно все здесь мы все уже купили и лодку и курятника и загон для лошадей инструменты для работы кожи в общем нам нужно 110 плюс 75 ночью 200 долларов где-то нужно и внести их нужно непосредственно сюда и потом улучшить наш лагерь окончательно дальше будем уже жить припеваючи как говорится в самом крутом отеле в нашем районе так мы все давайте двигаться вперед значит домики мы все мы улучшили и у них настроения у всех улучшилось то есть пойти они наверно будут больше денег приносить и энтузиазм должен у них повысится я так думаю что не может быть не все нам потребуется в мистер морген москва ну что что вы стараются ну и страна но и страна знаете иногда я радуюсь что оставил там слишком много мужчин слишком много я здесь общество куда терпимий вот уж не подумал бы что жить среди преступников может считаться терпимой знаете я многое повидал сэр я видел ужасные вещи все это все что ты хотел сказать мне ну ладно иди хочу не там за зайчик хвост прилеплен или это сосиски поехали отсюда так у нас тут кто-то настроен стоит индейц наш окей ну и где-то здесь должно фура стоять я так понимаю нам нужно будет и куда-то отвезти ну и наверное продать этот самогон по логике вещей фурах там по моему белка самоубилась вот наш фура так ну что давайте общаться при пацаны при торту что ты надумал хочу продать эту полу тому не знаю не изготовили значит должна знать кому его сбывать чё бутылки зря пылиться будут думаю что сделка выгорит понимаю вы сдачу просто сильно рисковали когда реквизировали это пойло ладно не пора идти так ну что поехали это понимаю что мы будем продавать тему кого стык зелим спасибо джон увидимся дальше пасил его занять каким-нибудь делом что-то связано с нашими ладно ладно так поехали к бры то и там дорогу знаешь да я там уже был так нам нужно начать доставить в поместье бедет смогу он который мы взяли мне кажется что добрые люди которые потрудились вернуть украдены заслуживают награды разве нет как и сказал дач нам пора наконец ними познакомиться смотри тут есть два клана плантаторов и послугам и они друг друга ненавидят до смерти это точно я это сам видео у одного парня из грей в тайный роман с девушкой из семьи бредуэйтов я но я им помогал кому непостижимо думаешь их можно будет использовать даже не знаю но похоже чтобы они были замешаны во всем остальном но может быть но я уверен что если мы сумеем влезть в это делать то как-нибудь уже заработаем короче тело целая телега самогона это конечно жесть ладно сейчас посмотрим главное не разбить и не гнать так ну что вот здесь у нас въезд в аллею а сушки я знаю что это за дорога на карте хочу посмотреть да вот смотрите абсолютно прямая дорога это наверное самая прямая дорога на всей карте от игры поехали центральная аллея через который наверное гости подъезжают сюда и она типа здесь даже ну как бы асфальтирована ну . короче щебенка посыпана более обильно да это наверно парадный вход ну как что здесь написано короче название и все такое да даже должен быть такой пафосный парадный подъезд вот эти газку прибавим я думаю здесь мягко не должны бутылки разбиться давай давай лошадиный геть вперед не стремайся я единственное не понял почему зачем все-таки нужно гнать самогон вот этим чувакам если они такие крутые открыли бы винодельную нормально ну вот маленький скромный домик верно здравствуйте джентльмены как поживаете что там у вас самогон дружище могу я поговорить с хозяином дома у нас не хозяина хозяйка мисс кэтрэнт брэйтвайт могу я с ней поговорить у меня есть деловое предложение я не желаю вам зла если подумайте иначе может вы можете меня заставить ладно ладно она в доме оба с нами охранник сил ну поехали мы будем за вами приглядывать кучер ты все слышал езжай дальше зашибись охранника и на к нам посадили еще за нами бежит кто-то ну давайте наверно вот как-то сюда наверно подъедем тормозим чего мы нашли кое-что там в холмах подумали может быть вас такой товар заинтересует какой-то в груз выпивки я не стану платить за товар который и так наш а нам кажется что это наш товар ведь он у нас во владении мы очень старались осмотрели но не нашли на в нем вашего имени расслабьтесь я не собираюсь вас грабить хотя как видно это не хотите заключим сделку по доллару за бутылку тогда нам хватит это наш самогон считайте это премьер за то что мы его вам вернули иначе мы пойдем продадим его кому-нибудь иначе вы получите пулю в лоб ну зачем же начинать пальбу из-за пары бутылок спиртного заплати ему отлично приятно иметь с вами дело и послушайте мы ваш товар не брали но не самовольно я прекрасно знаю кто вам приказал шериф грей знаете что нет я его не возьму собственно говоря сэр вы можете сделать мне одолжение за которое накинул вам еще десяток долларов доставьте выпивку в рот зайдите в таверду который принадлежит мистер грей и раздайте ее посетителям бесплатно циц полагаю это называется расходы на рекламу как скажете мы вы ребят потом загляните ко мне расскажите как все прошло может сыграем партику в кейбридж отлично интересно следующая основка салон в роутсе а деньги уже у нас это очень интересно но поехали доставьте самогон салон так дайте ка мы глянем что-то как-то мне кажется они нас длинным путем ведут да можно вот здесь вот попробовать срезать но я не уверен так ну что я наконец-то продал облигации корнуэлла получил за них около 1000 хотел взять больше но так ничего они ведь горячие особенно после бойни валентайне да совсем плохо судя по всему корнуэлл потрачал кучу денег на пинкертонов он хочет чтобы они продолжали бороться с бандами да не удивительно так давайте попробуем вот здесь вот все-таки срезать это может кончиться но очень хорошо на сдачу в этом городе уже какие-то дела шерифом да мистером грейм именно а тут мы влезаем в кровную вожду его семьи нужно что-нибудь придумать я не буду ни в чем придумывать не что вылезать ты знаешь как я к этому то отношусь ну конечно не будешь ты будешь недоразвитым хозе на самом деле пожалуйста ты мой брат идет просто сделай грустное лицо и помалкивай тебе даже это поселом артур надень к эту шляпу сунь трубку в рот а топырь губу чуть-чуть перечуться превосходно а ты ты не умеешь говорить ты у нас идиотом родился разбил бедный маленькие сердца ничего ничего фентом ничего не злись только ничего ничего так ну затем мне уже нравится прикольно они придумали типа артур это не артура какой-то другой кекс окей мы почти добирались до города ой как тяжело телега идет в горку может быть лучшей идеей пришпорить ой-ой-ой-ой главное чтоб бутылки на не пришпорили нас потому что телега тяжелая ой-ой-ой может разбиться наверно едем сюда мы почти добрались давай газа да на самом деле артура не надо было брать на эту работу надо было взять того кого не знают в городе типа не знаком что никто народу что ли мало я бы даже наверное вы на их месте сейчас заехал в лагере взял просто кого-нибудь другого вот и все так ну нам сюда надо заехать и сюда на парковку ну отлично так фентон спокойно вспомним ему она тебя так любила как же жаль что ты задушил и в пароле гнева так бери два ящика иди за мной заберите самогон давайте заберем господа господа славда вас тут городишко а мы вот только прибыли здрасте здрасте я молодым мой брат фэнтон он тихий вы только не злите его он слабо умный убил мама только он не виноват а вы ребята не хотите ли заработать пару баксов ну конечно хотите по доллару в руки мы занимаемся рекламой американское искусство убеждать людей покупать именно то что нужно еще доллар вы дадите на полчаса ну что плохого мы можем творить за полчаса идите потратите их на что-нибудь приятное идем в этот просто раздавая выпивку так и зайдите за барную стойку в салу не отлично слушайте такая тема вообще где но это не демпинг да но что-то типа того так вот сюда нам надо господа меня зовут мэрвин а это мой брат фэнтон он немного с приветом но зато выпивку легко разливает следующие 30 минут в этом баре вот в этом городе все пьют бесплатно условие лишь одно вы должны выпить все так что поспешите пусть старина фэнтон раздает вам мало его как-то разозлили мы похоронили ее бедняжку так фэнтон мне одну так ну что вот так есть а вот это крепкая штука так есть мистер грей этому не обрадуется фэнтон открывай новую бутылку так понимаю бутылку поехали есть фэнтон ты хороший человек хороший не слушай своего брата так ну короче нормально мы повеселились здесь всем весело просто нереально так и давай сюда парочку скорее обслужить их бедных джентльменов жена меня бьет я просто вышел за молоком пейте пейте фэнтон обслужи их обслужи этих людей кровожадный ты урод давай не останавливайся сынок пейте пейте это налетчики из леймана добрый вечер не желаете выпить я это же выгоденуша сходу самогон который мы хотим господа мы просто рекламные агенты приходите садитесь пейте это же наше полу вы искренне заблуждаетесь парни разберемся с ними ну блин началось я думал в этот раз быстро либо и обойдется но нет хрен вам красавец ты чего-то там на лестнице застнует что-то вас дофига да конечно так идите заходи наверх пошли цель вверх артур сделал что-нибудь так уже наверх артур помоги болит готов блин да что же вы здесь размножаете что ли слышите мино на те отлично поехали ух ты будешь мы прочь ну прыгай прыгай нужен давай жги 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 давай давай они не успокоятся до сюда они выбрались через черный ход займ погони я их вижу ну так стреляй в них о хорошо пошло отлично нам бы пулемет быть сюда вы ух ты хорошо полетели так обернись у тебя за спиной блин класс опресс это вещь вот это была чума я его вижу успели сзади давай иди сюда красавец готов круто но что это за кексы бронированный как это хорошо так держать арту прям как на тачанке боевой ты их видишь нет да вроде нет бог ты мой все это за пару бутылок думаю они просто не хотят мириться с конкурентами хорошо сворачивай с дороги так и что здесь мы с ним будем делать ладно все в порядке отговори меня с рекламой ты не думаешь что эта женщина нас подставим нет это вряд ли может быть очень странный город да я часто вижу этих парней вместо ополчан явно не в восторге от новых конкурентов я схожу потолку из моего шеи брейтвейт сундук снова наполняется медленно но верно мы снова зарабатываем меня не покидает мысль что нам лучше но для этого потребуется гораздо больше денег чем у нас есть ну что ж пойду отнесу старухи пару бутылок самогону скажем так знак примирения неплохо повеселились мы еще сделаем стиль актера я пойду поговорю с датчан так и какая-то тишина у нас наступает загрузка идет а вот мы с датчем пришли ну что скажешь насчет чего про достойных людей которые живут в этом городе ну они такие милые именно с одной стороны семья грейв шотландцы дегенераты пьяницы местные служители закона и нарочно не придумаешь богата как крыс а с другой стороны и закатые враги брейтвейт и самогонщики лицемеры и по всем сведениям купающиеся в золоте и прямо посредине всего этого кровосмесительная постановка ромео джильетта именно так что вы думаете парни ограбим и тех и других ты уверен а почему бы и нет хотя бы потому что за нами гоняются законники трех разных штатов неприятности нам совсем не нужны но без денег тоже путаем а здесь у нас есть возможность обтяпать хорошие дельца так чтобы никто и короче нас не поймал хорошо значит хэйзи пошел навестить эту старуху из семьи хорошо этим определенно должен заняться хэйзи шона я тоже отправил в основник брата и ты ты можешь встретиться с ними или присоединиться к джону с хавьером они пошли грейм что-то насчет породистых лошадей как мы вообще умудрились стериться доверие грейм шериф грейм любезно забывал за нас словечко это дело не хитрое мы убедим обе семьи что мы на их стороне а потом их всех ограбим когда они поймут что это сделали мы мы будем уже далеко считать что это месть за моего папашу месть дача я не собираюсь мстить особенно за то что произошло данным давно ну каждому есть за что поплатиться теперь то попрошу меня извинить мне нужно написать письмо так ну собственно все задание мы выполнили рекламу нового искусства часть 2 давайте-ка посмотрим что у нас здесь есть так 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 по карте какие нас миссии теперь на текущий момент остаются так нас есть ли не ли не хочет поговорить с вами ты первое задание и второе задание один продолжать хозе аромата отличного табака дача велел вам встретиться с хозяйством по месте бальтвейтов пока не пытаются встретиться втереться в доверии так а здесь у нас дача велел вам встретиться с джоном хавер и из хавьер мугрейв это как-то связано с паролистыми лошадьми так ну друзья вот у нас есть три короче квест которым мы будем заниматься следующих видео переходите еще будет много всего интересного всем пока пока